Здравствуйте, дорогие друзья! Наши подписчики просили нам показать, каким образом можно закрепить нить при смене нити. Давайте рассмотрим несколько способов. Выполним простейший набор. При необходимости навесьте груз на всю ширину полотна и, предположим, сейчас мы с вами хотим сменить нить. Нить, которые только что работали, выводим из нити водителя каретки. В переднее положение переводим несколько петель и выполняем петли об вилла. Берем вторую нить, заводим ее в нити водитель и провязываем первый ряд. Берем ножнички и обрезаем кончик нити, который был обвет. С правой стороны нить, которую только что ввели в работу. От нее тоже остался кончик. И мы с вами берем и этой нитью тоже выполняем петли об вилла. 4-5 петель достаточно. 5-5 петель. После этого нить тоже обрезаем. Итак, мы с вами только что рассмотрели первый способ. Каким образом можно спрятать концы нити при нити? Давайте рассмотрим второй способ. Второй способ намного проще. Итак, первую нить мы с вами просто обрезаем. Если собираемся ее использовать в дальнейшем, закрепляем ее на стойке нити водителя. Провязываем ряд справа налево. И вот таким узелком две нити завязываем. Первый узелок. Проследите за тем, чтобы петля была точно такой же длины. И второй узелок. Первый виток. И второй виток. Затягиваем по принципу плоского узла. Убедились в том, что узелок плотно затянут. После чего можно срезать оба конца нити под корень. Узелок плотный. Вы видите, и никуда он не денется. И продолжаем обрезание. Третий способ, который мы можем использовать, это когда мы с вами берем первую нить, которую будем вводить в работу. выполняем обвив краевой петли. Удерживаем обе нити. И провязываем ряд справа налево. выполняем следующий обвив. петля. И теперь все тем же, как я делаю. Плоским узлом можем закрепить нить. Опять же, оба кончика можно аккуратно срезать, они никуда не денутся. Такой способ хорошо использовать при более скользких нитях. Способ четвертый, при котором мы можем использовать концы нити для сборки. В этом случае при смене нити мы можем оставлять длинные концы и потом их по полосам использовать для сборки нашего изделия. Задача достаточно кропотливая, но выглядит это красиво, результат хорош. Еще один способ, при котором мы обрезаем кончик нити, нити, которые пока не используются, придерживаем его, а в каждом втором ряду, выполняем обвив концом нити, только что введенным в работу. После чего опять-таки этот конец нити можем просто срезать под корень. Что касается вот этого конца нити, который остался, возьмем петлю уловитель, давайте перейдем вязание к себе, чтобы вам было лучше видно, возьмем петлю уловитель и при помощи петли уловителя закрепим и закрепим нашу нить вот такими спиралеобразными движениями. как видите узелковые петли на месте и все остальное тоже на месте. этим же способом можно воспользоваться, заправив каждую вторую нить или, например, если вы вяжете из полос в несколько цветов, таким образом можно заправить каждую полосу. теперь давайте рассмотрим другой вариант, при котором, например, рабочая нить у вас закончилась посредине полотна. ну, давайте спроектируем такой вариант развития событий. например, обрежем рабочую нить вот здесь и предположим, что у вас закончилась рабочая нить. этот способ хорошо использовать, например, когда мы работаем частичным вязанием. почему частичным вязанием? потому что, особенно когда частичное вязание находится по краям и работаете вы внутри полотна и закончилась нить, ее нужно сменить. вот тогда мы можем использовать вот такой способ. итак, мы начинаем провязывать и вот мы видим, что у нас где-то к средине полотна рабочая нить заканчивается. оставляем примерно 15 сантиметров. берем рабочую нить, которую собираемся ввести в работу, вводим ее и продолжаем провязывать ряд. после чего нам достаточно с вами взять ножнички и аккуратно срезать кончик нити. такой способ не подходит для тонкой пряжи, такой как кедмахер, например, потому что такие утолщения в кедмахере будут видны. для пряжи более плотной текстуры замечательный, удобный способ. особенно, когда вы вяжете из мотков по 50 грамм. пряжи более плотной текстуры. как видите, при такой пряже этого утолщения тоже не видно. точно так же, как не видно и петель обвива, которые мы совершали ниже. обратите внимание, по лицевой стороне их не видно. итак, это были несколько способов, я думаю вам будет достаточно этих способов, которыми можно воспользоваться для того, чтобы либо сменить нить для полосатого вязания, либо, когда нить заканчивается посредине полотна и нет технической возможности или неудобно, распустить ряд обратно, выполнить откат обратно и выполнить смену нити в начале ряда. ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор на него не подписаны, делитесь нашим видео в соцсетях, и пишите ваши пожелания, о чем бы вы хотели узнать в наших следующих роликах. Спасибо за внимание.